День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Продолжается утро на Болткоме. Олег Пек, Александр Шунин с вами проводит это утро за время завтрака. Наверняка многие сейчас вот перекусывают. Кто-то дома, кто-то может быть с чашечкой кофе там набегу, спешит на работу. Или на террасе, на которых можно же сидеть с утра до полуночи уже. Спасибо правительству. Ну и, конечно, за всем вот этим надзирает продовольственная ветеринарная служба, проверяет качество и все нормативные необходимые для этого условия. Но, тем не менее, ведь в последнее время были закрыты предприятия общепита, школьное питание, предприятия, школьное питание тоже не работали. И вот в связи с этим хотелось поговорить, вот в какую сторону стало меньше ли работы, насколько вот больше ли проверок или меньше проводится на приветеринарной службе. И сейчас мы поговорим на эту тему с генеральным директором, с Марисом Балодейсом. Господин Балодейс, доброе утро. Доброе утро. Насколько мы понимаем, насколько мы знаем, в последнее время как раз-таки проверок на предприятиях, связанных с продуктами питания, стало меньше. Это связано с тем, что и работы у этих предприятий стало меньше. Ведь верно, это же не свидетельствует о лени вашей организации. Да, конечно, некоторые объекты нашего надзора временно прекратили работу. Это в основном объекты общепита и объекты в школах и детских садах. Конечно, и количество инспекций стало меньше. В принципе, если смотреть прошлые годы и начало этого года, это примерно 14% наших инспекций меньше, чем за данный период, например, 2019 года. Ну, например, предприятия по производству пищевых продуктов продолжают работать. Экспорт продолжается, экспорт активный, растет. Так что работы хватает. И, конечно, жалобы потребителей тоже поступают в производственную ветеринарную службу. Так что, так сказать, что мы работаем только дистанционно. Я не могу сказать, на границе все происходит, импорт, контроль импорта мы должны производить. Ветеринарные сертификаты для экспорта в третьи страны мы должны выдавать. В бойнях наши ветеринарные эксперты должны работать, чтобы бойный процесс не остановился. И потребители жалуются и на качество пищевых продуктов, и на благосостояние животных. Так что у нас такая работа из дома для инспекторов, в принципе, не состоялась в это время пандемии. А скажите, пожалуйста, появилась ли какая-то за последнее время специфика в вашей работе, которая связана, конечно, с работой, например, заведения общественного питания на вынос? То, что раньше подавали на тарелки на стол, сейчас в различных коробках. Что-то это изменило в работе ваших инспекторов? Да, немножко изменился аспект нашей работы. Но, конечно, кухня продолжает работать, потому что, чтобы что-то подставить в коробку, все равно этот продукт должен приготовиться. Проверки в кухнях данных аптисшопитов производятся. Но добавилась еще такая сфера, как доставка еды, которая сейчас очень популярна. Конечно, чтобы качественно, безопасно доставить еду для потребителя, тоже должны предусматриваться разные этапы самоконтроля и контроль за температурой продуктов, время доставки, частота данных упаковок, где упакуется пища. Да, это добавилось. Еще добавилось, конечно, инспекции, которые мы проводим электронным путем. Если это, например, документальный контроль, мы запрашиваем информацию и получаем это электронно. Так что, да, как-то адаптируемся к новым условиям. А эти условия, вот скажем, зависят ли от специфики пандемии, то, что работники должны соблюдать дистанцию, работать в масках и так далее, вот это вы тоже проверяете? Да, например, в магазинах насчет дезинфекции, насчет того, чтобы продукты, которые употребляются сразу без термической обработки, были упакованы, да, это тоже входит в нашу компетенцию. Но дистанции между людьми – это уже не наше. Мы беседуем с Марисом Баладисом, гендиректором продовольственного ветеринарной службы. Господин Баладис, вы упомянули курьеров, доставщиков еды. Это действительно новая сфера, это новый аспект вообще в нашей жизни, который получил такой толчок и развитие за последний год. Как происходит проверка во время старта, во время финиша, какие-то контрольные закупки? Или вы останавливаете, например, по маршруту этого курьера и досматриваете, проверяете? Нет, в основном это проверка перед отправкой. Потому что когда мы находимся, например, в объекте, в ресторане, в столовой, если там и приходит курьер, тогда производится проверка. Дома никому мы не идем, и на улицах велосипедистов тоже не останавливается. Но вы проверяете же не только вот эти боксы с блюдами, с едой, но и, наверное, их коробки, которые за спинами? Да-да-да, чтобы они были чистые, чтобы соблюдались процедуры чистых этих коробок, конечно. Но наверняка же вы проводите какие-то контрольные закупки, в том числе у курьера, в магазинах, в кафе. Контрольные закупки обычно мы производим при контроле за какими-то незаконными действиями. В обычном порядке контрольные закупки мы не производим. То есть нет такого, что приходит от вас тайный покупатель в какой-то ресторан, например, или кафе? Если у нас есть подозрение, что, например, какое-то предприятие закупает и продает некачественные, незаконные продукты, тогда мы производим контрольные закупки. И в публичном порядке, если там все можно проконтролировать на месте, такие закупки производим. А на что чаще всего жалуются в вашу продовольственную ветеринарную службу обычные люди? С чем связаны эти жалобы? В основном жалуются на те объекты, где люди покупают продукты или получают уже продукты для потребления. Это магазины и объекты Апшепита. Это, как всегда, жалуются на качество продуктов, если есть какие-то подозрения, на несоответствующие температуры, на маркировку, на то, что после употребления еды были какие-то отклонения здоровья людей. Жалоб поступает много. А больше или меньше сейчас? Или есть какие-то циклы? Может быть, летом больше жалоб, потому что летом все-таки более жаркая погода, продукты быстрее портятся? Так трудно мне сказать, но в последнее время из всех наших инспекций примерно 30% мы производим, основаясь на жалобных потребителей. Так что это, я думаю, довольно большое число. Ну, конечно, летом, да, жаркая погода, продукты портятся, температуры труднее соблюдать, больше людей ходят на рынки. Наверное, летом жалоб больше, да. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, телефоны в нашей студии. Напомню, что мы беседуем с Марисом Балладисом, генеральным директором продовольственной ветеринарной службы. Я видел, что был просто звонок, но человек не успел. Пока я воспользуюсь возможностью и продолжая тему жалоб и общения с людьми, ну, в любой профессии, где вот есть вот это вот общение, его много, есть наблюдение, что в какие-то фазы Луны, Ново, Полнолуния нелепых обращений становится больше в своей работе. Вы обращали внимание на такие вот перепады? Как только Полнолуния начинают звонить, как подорванные, и вот действительно, ой, у меня там в боку кольнуло. И как можно отличить действительно серьезную жалобу, серьезную претензию от какого-то эмоционального всплеска, когда просто хочется выговориться человеку и пожаловаться? Ну, так с лунным фазом мы не очень связываем и не проверяем такие совпадения. Но, конечно, не все жалобы всегда подтверждаются. В принципе, мы стараемся проверить все жалобы, тоже анонимные. Но, конечно, вопрос, будет ли инспектор ездить на каждую жалобу в инспекцию или проверить это документально, сконтактировать с предприятием, уточнить ситуацию. Это уже решает инспектор, о чем жалоба, анонимна она, это жалоба или это уже человек указал свое имя, фамилию и адрес. Конечно, на все жалобы мы даем ответ, на анонимные жалобы, если там только имейл какой-то, мы просто пишем, что жалоба проверена, подтвердилась, не подтвердилась. Если человек обращается уже своими данными, мы уже даем четкий отчет, что мы проверяли, что мы констатировали, подтвердились или не подтвердились. Это сложно отреагировать на все жалобы, да? Звонок у нас. Да, у нас звонок, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. А у меня вот такой вопрос. Вот когда я прихожу в ресторан, в гостиницу, с меня потребуют от зеленых сертификатов, будут проверять. А кто имеет право? Швейцар, официант, мэтр? И на каком основании? Они будут обличены какой-то бумагой, что они имеют право? И не получится ли так, что как было со СПИДом? Проверяли, а потом все узнавали вокруг, что человек больной СПИДом. Спасибо. Это, наверное, вопрос про вакцинацию, про проверку вакцинации. Я не знаю, потому что у нас пока нет информации, как это будет проверяться. Но, наверное, если это QR-код будет у людей, то это может прочитать любой работник ресторана, который имеет читателей, телефон, который может опознать этот QR-код. А вот вы упомянули анонимные жалобы. Сталкиваетесь ли вы с тем, что, может быть, какой-нибудь ресторан-конкурент хочет опорочить своих, пишет жалобы на своих конкурентов и пытается таким образом им досадить? Наверняка же были такие истории. Да, мы сталкивались с ситуациями, когда поступают жалобы на одно и то же предприятие, например, регулярно. И в основном эти жалобы не подтверждаются. Тогда уже при третьей жалобе мы обращаемся к данной персоной, приглашаем на очную ставку. Обычно люди уже не приходят, чтобы рассказать свои проблемы. И проверок уже тогда по таким жалобам не производим, потому что тогда такой процесс без конца будет. Все время кто-то будет жаловаться. Мы будем только бежать на данное предприятие и мешать им. Господин Баладис, за последний год было проведено примерно 5000 проверок. В принципе, это количество больше или меньше, как можно сравнить, назовем это, с нормальной жизнью, с обычной, та, которая была до ковидной эпохи? Нет, 5000 проверок – это в этом году, в первом четверге. Обычно, если мы говорим о пищевом обороте, то в пищевых предприятиях проводится где-то 40 тысяч проверок за год. Ничего себе! Конечно, как я уже говорил, в прошлом году проверок было меньше. А процентное соотношение нарушений к этим проверкам? В принципе, спектр нарушений и количество нарушений не изменилось проперционально. Как обычно, несоответствие предприятий, предприятий, которые не соответствуют требованиям, это у нас где-то 0,5% всех проверенных. В основном предприятий соответствуют требованиям. Есть какие-то девиации, которые уже можно устранить. Но если уже предприятия работают так, что это грозит здоровью потребителей, это небольшая часть из всех предприятий. Как я уже говорил, это не больше 1%. Такие предприятия и закрываются. Скажите, пожалуйста, стало ли сложнее перевозить партии живых животных в условиях пандемии, когда многие опасаются, что могут передаваться какие-то новые вирусы именно с животными? Да и границы, в конце концов, закрыты. Ну, в принципе, для экспорта границ не закрыты. Границы закрыты, в принципе, для частного передвижения. Да, когда в марте прошлого года началась эпопея с пандемией, когда уже контроль был на границах, например, Литвы и Эстонии, обновили погранконтроль. Да, тогда были очереди, и это мешало тоже к продвижению живых животных. Но на данный момент экспорт и отправление животных в другие страны Евросоюза происходит в штатном порядке. Есть изменения при поступлении домашних животных, например, в Латвию и Евросоюз из России и Белоруссии. Если раньше в основном привозили частники, люди, как свои животные, до пяти животных, любое физическое лицо могло перевозить через границу, пройдя таможенный контроль, то сейчас больше идут эти перевозки домашних животных, как уже коммерческие перевозки. И это уже наш контроль происходит. Если, например, в 2019 году было где-то 200 таких коммерческих грузов собак и кошек, то сейчас это уже в прошлом году были около 2000 таких грузов. Там есть изменения, потому что частным лицам передвижение затруднено, но если это идет как коммерческая груза, то там нет таких жестких требований насчет пандемических или пандемической безопасности, эпидемиологической. – Хорошо. Огромное спасибо. – Спасибо вам. – Время выходит. Мы беседовали с Марисом Балдисом, генеральным директором продовольствия и ветеринарной службы. Огромное спасибо, господин Балдис, что нашли время выйти в эфир. Много интересного, кстати, узнали, в том числе, да, вот этот новый аспект, новая сфера, проверка курьеров, доставки еды. Конечно же, текстовая версия нашей беседы чуть позже появится в течение дня на портале Mixnews.lv, оттуда вы сможете узнать, если вдруг пропустили начало беседы, например, сколько проверок проводится в течение года, такой маленький спойлер, 40 тысяч проверок. – Ничего себе, да. – Ну, на самом деле, да. А я просто… А почему я сказал 5 тысяч? Потому что передо мной, перед глазами был пресс-релиз. Видимо, там кто-то что-то неправильно написал, и там числительное было 5. В 8 раз больше. Это же ничего себе. – Но интересно, что вот мы от таких приземленных, от продовольственных вещей перейдем к пище духовной, и в последние полчаса утра на Балдкоме поговорим об онлайн-аукционах произведений искусства. – Да, с нами будет Галина Максимова из Хэппи-арт-музея, и, в общем-то, сейчас, во время паузы, мы проверим связь, и после… спустя несколько минут выйдем в эфир, действительно, поговорим об онлайн-аукционах, их развитии во время пандемии, о том, что интересненького можно купить из мира искусства и окружить себя красотой. Утро на Балдкоме – Субтитры делал DimaTorzok – Продолжение следует...